Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. И бе ту в пустыне дней четыридесять, и скушаем сатаною, и бе со зверьми, и ангели служаху ему. И по преданию же Иоаннове, приди Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и глаголя, яка исполнися время и приближися Царства Божие, покайтесь и веруйте во Евангелие. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 16 января, по уставу Православной Церкви, Божественная Литургия в этот день и совершается. Совершаются последования царских часов, в рамках которых совершается чтение в евангельских отрывках. И вот один из таких евангелий, сегодняшний день, дорогие братья и сестры, мы с вами будем читать. В сегодняшний день Церковь предлагает для нас евангельское чтение от Марка, 1 глава, с 9 по 15 стих. Давайте послушаем, как это евангелие звучит на русском языке. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глаз был с небес, Ты, Сын мой возлюбленный, о Котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день мы с вами читаем. Итак, мы находимся в преддверии празднования крещения Господня, или по-другому этот праздник именуется Богоявлением, и содержание этого праздника для всех нас очень важное. И здесь, в этом празднике, для нас раскрывается то, чего мы не видим и не встречало человечество на протяжении всей своей истории до Боговоплощения и пришествия в мир Христова. Итак, сам праздник состоит как бы вот из таких двух смысловых нагрузок. Мы говорим, этот праздник именуется крещением Господним, и действительно это то, когда Господь приходит к Иоанну Крестителю для того, чтобы тот совершил над ним крещение. Что это был за обряд? Иоанн Креститель, будучи посланным возвестить о путях Божьих, совершал крещение над иудеями. Этот обряд омовения, в общем-то, был известен всем, и он не вызывал удивления у многих, и он-то как раз-таки и был связан вот с подготовкой к принятию и приходу в мир Христа. То есть всякий человек входил в воду и произносил свои грехи вслух, и вот здесь совершалось это омовение в Иорданской воде, и считалось, что вот всякий грех человек упрощался, и Бог видел и чувствовал покаяние этого человека. Ну, в общем и целом, вот внутреннее содержание вот того, что делал Иоанн Креститель, оно схоже и с таинством крещения, которое совершается и в церкви в новозаветное время. То есть таинство крещения, из таинства, в котором мы получаем благодатные дары и подготавливаемся к принятию в себя и изменению всей своей жизни. Итак, все толкователи Писания, во-первых, задаются важнейшим вопросом, почему Христос приходит к Иоанну Крестителю, ведь ему не требовалось совершенно никакое покаяние, ни в каких своих грехах, ибо он был безгрешен, он был Бога-человек. Ну, ответ на этот вопрос дает сам Господь в одном из диалогов, которые случаются между ним и Иоанном Крестителем. Господь говорит о том, что он пришел в этот мир для того, чтобы исполнить всякую правду. И вот исполнение этой правды и совершается здесь, в реках Иорданских. Он приходит и крестится, но тотчас вышел из воды, как замечает евангелист Марк. И это не случайно, потому что этим как раз-таки подчеркивается его абсолютная безгрешность, то есть не было необходимости ему каяться здесь, в каких бы то ни было грехах. Но второй смысл или содержание этого праздника заключается именно в том событии, которое происходит вокруг того, что делает Иоанн. К нему приходит Господь, и вот здесь, в водах Иорданских, тогда, когда Господь вводит, входит в них, Иоанн Креститель видит то совершенно необычное событие, невероятное явление. На Христа нисходит Дух Святый в виде голубя и голос Отца, то есть голос Божий, который говорит о Христе, «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вот здесь для нас раскрывается вся глубина этого праздника, праздника Крещения Господня. Это праздник Богоявления, то есть здесь-то и открывается Троица в мире. Мы не видим того, чтобы Троица каким-то таким вот приметным образом была приоткрыта человеческому разуму в Ветхом Завете. Мы видим некоторые образы, которые толкуются нами через призму новозаветного откровения. Три путника, которые приходят к Аврааму, некоторые эпизоды и идеологи книги Бытия. Однако вот в полной мере Троица раскрывается для человека и человечества в Новом Завете. Ответить на этот вопрос, почему, очень просто, потому как все-таки древний Израиль и иудеи были окружены языческими народами, и их монотеистическая религия выделяла среди прочего многобожия. И поэтому все-таки древнему человеку разуметь понятие о Троице было очень непросто. И как самая простая версия, это было бы просто требожие или многобожие. Поэтому Господь вот так премудро и устрояет. И то мы с вами понимаем, что в первом веке и в последующих веках христианской церкви, истории церкви, все-таки вот это понимание, осмысление, кто есть Троица и какова внутренняя жизнь Троицы, и оформление вот этого троечного догмата, который происходит на Вселенских соборах, и осмысление этих результатов было довольно-таки сложно и долго. И для многих, может быть, и сейчас остается довольно сложным ответ на этот вопрос, кто есть и что есть Троица. Однако вот здесь, в празднике Богоявления и Крещения для нас и раскрывается то, раскрывается, что открывает нам здесь в мире Господь. В мир является Троица. Немедленно Дух ведет его в пустыню, говорит евангелист Марк, и там он был 40 дней. И вот это тот подвиг, который совершает Господь, пребывая в посте и молитве, перед тем, как выйти на общественное служение. И вот дальше, вот этот евангельский короткий отрывок заканчивается следующими словами. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, Господь говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие». И вот Господь тоже призывает всех к покаянию, Господь тоже призывает всех к тому, чтобы мы имели веру в Евангелие, то есть в благую весть. Слово «евангелие» переводится как «благая весть». Вот что требуется сердцу каждому человека. Нам требуется покаяние, то есть признание, понимание и исправление своей греховной жизни. И нам требуется для этого твердая убежденность в том, что Господь в этом мире действует, что Господь нам принес спасительную весть. И эта благая весть ни о чем ином, как о том, что в мир воплощается любовь, в мир пришел Бог, чтобы спасти каждого из нас и чтобы вернуть сердце человеческое в то место блаженства, в то место, где бы он пребывал вместе с Богом. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день мы читаем, мы читали Евангелие от Марка, 1 главу, с 9 по 15 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.